А теперь к более глобальным проблемам. Почему в последнее время европейцам стало так непросто с нами, с Россией? Нет, не из-за Крыма и Украины. Точно нет. Это просто симптомы проблемы. И не факт, что главное. Проблема же вот в чем. Им непонятно, как с нами себя вести. Подобострастно, как с американцами, но как минимум инерция не позволяет. Еще недавно нас не было, и вот опять. Как-то привыкнуть надо к новым обстоятельствам. Нашего наличия, как с остальным незаразным миром, как с туземцами. Мы вам визы, пропуск в наш сияющий мир, а вы нам за это нефть и газ. Да еще вот маленькая просьба, ракеты ваши ржавые сдайте сюда. Так бы, конечно, им хотелось. Но реальность, в смысле мы с вами, уже далека от этой европейской мечты. Поэтому как? Как получить газ, остаться в мире с собой и не очень разозлить американских хозяев? Вот шекспировский вопрос старушки Европы. Такой гамлетовский вопрос, его псевдоним. Другое название – Северный поток-2. Казалось бы, такого масштаба вопросы, они вечные, не предполагают ответов. Но зима-то близко. И чем, конечно, хороша старушка Европы, она умеет искать и находит простые, практичные ответы на вечные вопросы. Не верите? Убедитесь вместе с моим коллегой Евгением Барановым. На этой неделе США и их союзники провели масштабную атаку на Северный поток-2. Угрозы санкций против участников проекта, шквал публикаций в СМИ и в довершение всего с цепи были спущены прикормленные европарламентарии. Очередное обострение случилось еще 6 марта на энергетической конференции в Брюсселе, где заместитель директора Европейского офиса Госдепа Николь Гибсон предупредила, что если европейские компании продолжат участвовать в прокладке трубопровода по дну Балтики, то рискуют столкнуться с существенными санкциями со стороны Вашингтона. Пройдет еще несколько дней, и вот уже посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд разразился гневной статьей в Financial Times. Европейцы еще спорят, стоит ли инвестировать миллиарды в газовую инфраструктуру под контрольную России, в том числе трубопровод «Северный поток-2». Ответ ни в коем случае. Спустя еще день Европейский парламент большинством голосов примет откровенно антироссийскую резолюцию о состоянии отношений между Брюсселем и Москвой. Автор резолюции латвийский депутат Сандра Колниета призывает отныне не считать Россию стратегическим партнером Евросоюза. За проголосовали 402 депутата, против 163 воздержались 89. За исключением походя принятого предложения о прекращении партнерства, которому более 20 лет, ничего нового. Классический набор русофобской билиберды. Необычно лишь количество тех, кому, судя по итогам голосования, надоело такое отношение к России. Россия является страной стратегического значения для большей части Европы. Эта страна, ограничащая с большинством государств, членов Европейского Союза, и общая граница с Союзом составляет почти 2300 километров. Отказать ей в статусе стратегического партнера, помимо близорукости, также является стратегической ошибкой. Такой тезис означает отрицание реальной европейской политики 21 века. Среди уже ставшей привычной чуши о необходимости борьбы с российской пропагандой, в резолюции содержится и вполне конкретное предложение, ради которого, похоже, все и было затеяно. Пункт о необходимости свернут строительство Северного потока-2. То есть большинство народных избранников, представляющих страны, где цены на газ и так непомерно высоки, голосуют за подчинение американскому ультиматуму, в результате которого тепло в домах их избирателей станет еще на треть дороже. Называя проект Северный поток-2 чисто политическим, они требуют от него отказаться и закупать американский газ на 20-30% дороже. То есть выходит, что это будет уже не политический, а экономический проект. Да, он будет чисто коммерческий для Соединенных Штатов, потому что они будут получать дополнительную прибыль. В то же самое время угроза в введении санкций против участников строительства Северного потока-2 вызвала жесткую реакцию в Европе и в первую очередь в Германии. По информации Wall Street Journal, полученной от неназванного немецкого чиновника, отвечающего за проект, Берлин уже предупредил американцев, что воспримет такие санкции, как агрессию США против союзников по нам. Санкции против трубопровода будут означать конфронтацию не только с Германией, но и со всей Европой. Мы сделаем все возможное, чтобы достроить газопровод. И такой точки зрения придерживаются не только немцы. Я всегда говорила, в том числе своему коллеге Помпео, что трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить, они строятся для транспортировки газа. И если говорить о международном праве, то наказание определенных предприятий – это формат, который никак не вписывается в международное право. Своей энергии у Европы мало. 75% энергоносителей Евросоюз импортирует, а потребление газа растет и растет по всей Европе. Европейский Союз закрывает угольные и атомные электростанции одну за другой. На солнечную и ветряную энергию рассчитывать не приходится, так что потребление газа подскочит еще выше. Начнем с результатов работы прошлой. Тенденция роста спроса на европейский газ продолжается, поэтому в среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что объемы потребления поставок газа на европейский рынок еще больше возрастут. По итогам 2017 года доля нашего российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,75%. Такая доля на европейском рынке, да еще в условиях, когда резко сокращается спрос на американский уголь, ясно, отчего в Белом доме не смыкают глаз и готовы идти на самые жесткие меры. Ведь доставка газа в Европу по северному потоку будет куда дешевле уже существующей транзитной схемы через Украину. Ясно, что в этом случае дорогущий американский сжиженный газ вообще становится никому не нужен. Доводы о том, что без украинского транзита Германия и Европа попадут в еще большую зависимость от Москвы, никого уже не убеждают. Ведь потребители на другом конце трубы давно поняли, что в противном случае зависят не только от России, а еще и от Украины. В Европе уже появились едкие комментарии, что если США так уж переживают из-за возможных убытков Киева, то пусть поставляют туда свой сжиженный газ, а дальше платят Украине миллиарды долларов за доставку его в Европу. То есть все все давно понимают. Все, кроме евродепутатов, продолжающих тупо голосовать за инспирированные американцами резолюции. В конце мая выборы в Европарламент по их результатам можно будет судить, какой процент европейцев готов и дальше подчиняться неприкрытому диктату из Вашингтона из страха перед якобы неминуемой зависимостью от России. Евгений Баранов и Андрей Маслихов. Первый канал.